Дом Лерхия Приморский бульвар 5 – это территория, долгие годы закрыта В некоторых местах провалились перекрытия Уникальный декор покрыт слоем пыли и грязи Внутри обитают птицы А так дом Лерхия выглядит с Приморского бульвара Богатый декор, старинные кронштейны, рустованные стены, выразительные маскароны и роскошные колонны Монументальное здание носит высокий статус памятника архитектуры национального значения Больше 15 лет здание пустует и разрушается Все двери, ведущие в дом, забиты наглухо На окнах – решетки Попасть на территорию заброшенного здания практически невозможно Но кто ищет, тот всегда найдет Заручившись поддержкой одесских сталкеров, пожелавших остаться за кадром Проявив небольшие чудеса акробатики, попадаем внутрь Здание удивительной красоты было построено в конце 19 века Авторы проекта – Франц Бофо и Герман Шеврембрант Внутри сохранились аутентичные интерьеры Роскошный декор, огромные окна с витражами Просторные залы, высокие потолки, длинные коридоры, широкие лестничные пролеты Комнаты дома Лерхи завалены мусором Здесь брошенная бытовая техника, мебель, гнилые ковры, детские игрушки И окно, покрытое плесенью, с видом на морвокзал Заброшенное здание, как живой организм, все время звучит Где-то капает вода, а вот спорхнула и улетела сквозь дырку в потолке птица Упала со стены штукатурка Когда из жилых помещений уходят люди, в них проникают другие живые организмы И начинается совсем другой период его существования Здание переходит с муниципального на баланс природы Верхний этаж здания заняли птицы Они влетают через открытые окна и их следы повсюду На старинных каминах, на люстрах, на мебели и на полу Огромное трехэтажное здание с подвалом и чердаком оказалось пустующим и невостребованным Внутри десятки комнат От некоторых помещений остались одни руины Проваленные полы, свисающие потолки Ходить здесь опасно На третьем этаже дома хорошо видно, в каком состоянии крыша Гнилые балки, разрушенные межэтажные перекрытия, через которые видно небо И окна с видом на Приморский бульвар Здесь сохранились старинные деревянные двери Украшенные металлическими накладками, изготовленными в технике гальванопластики Такой электрохимический процесс использовали в тех случаях А это печь-галанка 19 века Здесь сохранился декоративный картуш и терракотовый изразец На втором этаже два парадных зала Так называемая мини-анфиладная система залов характерна для дворцового зодчества При такой планировке несколько крупных помещений расположены в центре А все остальные сгруппированы вокруг них А это чугунный камин с мраморной оправой Античные мотивы, древнегреческий орнамент, 19 век Лепнина и штукатурка отваливаются огромными кусками Окна выбиты, штукатурное покрытие и карнизы осыпаются Повсюду трещины На протяжении многих лет уникальный дом пустовал И сегодня он все так же предоставлен сам себе, погодным стихиям и птицам Дом находится в частной собственности, но владельцы не спешат тратиться на его реконструкцию Проект заморожен, а здание постепенно разрушается Памятник архитектуры национального значения брошен на произвол судьбы И может потерять свой статус по причине утраты предмета охраны К слову, само здание находится на территории, которую планируют включить в основной список ЮНЕСКО Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова